Девушки отдыхают Совершенно непонятно, где они рождаются, как они протекают, что происходит. У людей болит все, что может. Руки болят, ноги болят, голова болит, печень болит, почки болят, суставы, сосуды, вены. Палец, волосы, нос, молочную железу, матку. Я уже более 35 лет работаю врачом и уже более 10 лет работаю педагогом. То есть я системный методолог здоровья. Как врач я вообще ни о чем не задумывалась. Приходит человек, садится ко мне на прием, я ему ставлю диагноз, лечу его. Ну когда удается, когда он, так сказать, не сильно вылечивается. Но так как я врач скорой помощи, у меня нет времени даже думать об этом. Как человеку объяснить, что он неправильно упал, попал человек под машину. Но ему поздно лекцию считать, что дорогу надо переходить в установленном месте. Все, да, уже все поломано, переломано, либо будет жить, либо нет. И вот десятки таких ситуаций, когда человека бесполезно объяснять, он все равно будет переходить дорогу в этом месте. 30 тысяч человек попадают в год и умирают в автомобильных катастрофах. Вот они же переходят, да. За последние 10 лет это 300 тысяч, полмиллиона человек погибло в автомобильных катастрофах. Ну что, завтрашнего дня вы начнете правильно переходить дорогу? Нет, конечно, да. Все равно будете нарушать. Но это относится к травмам. А есть болезни внутренние. И как врач, я не задумывалась о том, а как человека предохранить от этого? Вот как можно человека предохранить от туберкулеза, да? Туберкулезная палочка везде и всюду. Ну не дышать. Вот как человека можно предохранить от венерических заболеваний, да? Ну не заниматься сексом с другими какими-то непроверенными людьми. А как еще предохранишь? Ну он этого не хочет. Он хочет переходить дорогу там, где не надо. Он хочет заниматься сексом с тем, с кем не надо. Он хочет есть жареное. Он хочет пить водку. При этом все хотят не болеть. Вот что самое интересное, да? И получается, что врач сидит, и он должен пьющих, курящих, нарушающих все режимы людей, сделать здоровенькими. Вот как это возможно? Но как у педагога у меня возникла такая мысль. Ну понятно, что человек хочет жить так, как он хочет. Но имеет ли он хоть какую-то возможность каким-то образом загладить эти вот свои неправильные стороны жизни? И получилось, что в общем имеет. А когда человек здоров, он может делать все, что хочет. Ну представьте себе здорового такого, ну я не знаю, там, мощного парня убеждать, к примеру, не пить водку. Ну смешно же будет, да? Он скажет, слушай, у меня здоровье на 800 человек. Почему я не должен пить, да? Возникла такая мысль, что здоровый образ жизни включается только тогда, когда вы заболели. Вот заболел человек, все, он готов прыгать, приседать, открывать форточку, пить кефир. Очень больно на это смотреть. Потому что это не раньше. Вот когда он приходит в это не раньше. Я уже ему говорю, ну не я, все врачи, все врачи мне говорят три вещи. Извините, вы поздно пришли. Вот если бы вы пришли там немножко пораньше, все было бы хорошо. А сейчас, ну вот что мы можем сделать, да? Второе, а почему вы не жили здоровым образом жизни? И третье, обычно говорят, вы знаете, я не волшебник, я ничего не могу сделать. Потому что наша медицина против хронических заболеваний бессильна. Вот три вопроса. Это очень плохая история, но вам их обязательно скажут. Что же вы раньше не были? Где же вы раньше были? Вот у вас язва в желудке, но где вы были там пять лет назад или три года назад, когда у вас гастрит только был? И у меня возникла мысль, что да, действительно, здоровый образ жизни надо описать. Ему надо научить. Но включать его будет человек только тогда, когда он сам посчитает нужным. Бессмысленно убеждать здорового человека жить здоровым образом жизни. Он скажет, я и так здоров. Поэтому я вам сейчас дам технологию здорового образа жизни, которая сможет вас вытащить из любых проблем по вашему желанию. Вот вы включили, все, вчера вы были здоровы, сегодня вы заболели. Точно, надо включить здоровый образ жизни. Все просто. Здоровый образ жизни состоит из четырех вещей всего лишь. Ничего там больше нет. Никакие врачи там не нужны. Там нужно понимание, осознание, четкие алгоритмы научные. Вот вчера его можно еще было не соблюдать. Сегодня произошло что-то, что мне надо его срочно включить. Ну, замечательно. Хотя бы так. Может быть, когда-нибудь мы перейдем на систему профилактики болезней. Но это будет не скоро, потому что сложно. Вы сами понимаете, да? Вот сейчас я вам всем скажу, сахар вреден. Не надо кушать сахар. Вы скажете, да. Пойдете тут же, нальете чаю, положите две ложки сахара и съедите его. Правильно? Но диабетик, я сейчас говорю, приходит, когда с сахарным диабетом, я ему говорю, извините, поздно, где же вы были раньше? Медицина бессильна, сахарный диабет не лечится и так далее. Вот это то, что я вам сказала. Так будет со всеми и со мной тоже. Я когда приду к врачу, со своей шеей разбитой в дребезги, потому что я мастер спорта в львове, она скажет, слушай, ну что ж ты раньше-то думала? Ты зачем в детстве кувыркалась через шею или еще падала, да? Я скажу, таки да. Поэтому здоровый образ жизни – это всего четыре действия. Первое действие – это движение. Движение – это говорит о том, что надо бегать, надо физкультурой заниматься, надо глазами вращать, чтобы они нормально видели, надо волосы массировать, чтобы они луковицы получали питание, надо коленями двигать, язык у кого-нибудь болит. Нет, а почему? Он всегда в движении. Возьмите руки у кого болит язык. А у кого колени болят, а у кого поясница болит, да? Поэтому движение – это жизнь. Я сейчас про него не буду вообще. Второе. Надо сделать правильное питание. Но правильно питаться у человека нет мотивации, потому что правильно питаться – это значит свекла, редька, морковка, геркулесовая каша. Там нету пончиков, там нету тортиков. Поэтому человек говорит, ну еще не время. Еще не время. Вот приходят люди весом 120 килограмм и говорят, ну еще не время. И чтобы еще такой сесть, чтобы похудеть, да? Поэтому тоже бесполезно вас уговаривать, но бесполезно. Потому что ну не будете вы нормально питаться. Вы обязательно подъете, найдитесь там макарон, там с шашлыком. Но вы здоровы, поэтому можете. Защита организма. Защита организма – очень серьезная вещь. Вот нельзя класть сотовый телефон к уху. Ну нельзя. Это смертельно опасно. Когда мы сюда прикладываем сотовый телефон, разогревается барабанная перепонка соседняя, на другом ухе. И импульс практически прошивает насквозь мозг. То есть мы поколение в дальнейшем людей со слабленными мозгами, со слабленным слухом и с онкологическими заболеваниями головного мозга. И все из вас сейчас выйдут и приложат телефон к уху. Я тоже иногда, когда забываю, хватаю, приложила, потом раз, сразу громкую связь. Но это неудобно громкая связь. Но это надо, не это необходимо. Поэтому существует некая защита. Не, я не конкретно про телефон. Защита от насекомых. Защита от полей, защита от Wi-Fi, защита от, например, солнца. Вот нельзя загорать. Ну нельзя загорать. Солнце суперактивное. Ну нельзя этого делать. И все равно мы все поедем на юг. Ну вот, опять же, долго не буду уговаривать. И существует один лишь алгоритм, один лишь, который можно сделать принудительно. И делать его так, осознанно, так с собой договориться, все, 20 дней я его делаю. А потом все опять по-новому. Я хожу через дорогу, мне в том месте, загораю, пью водку, курю, там, ну вот и все такое, да, прочее. Он называется очищением. Ничего больше в здоровом образе жизни нет. Вообще ничего больше. Клизма – это очищение. Там массаж – это движение. Только вы лежите, а вами двигают. Там диета – это питание. Вот что бы мы, какую бы мы врачебную процедуру не развернули, бывает внутривенное очищение, бывает внутримышечное, бывает внутривенное очищение, бывает внутримышечное. Это уже когда человек перед смертью за 5 минут, да? Но когда человек еще на своих ногах, с нормальным более-менее здоровьем, с головой, нужно очищение, чтобы было, как бы из головы. Ну то есть оно должно быть простое, системное, безопасное, понятное. И главное, должно быть понятно, почему мы это должны делать. Потому что питаться не умеем, потому что защищаться не умеем, потому что двигаться не хотим, и потому что единственное, что нас спасет, это периодические, вот такие осознанные очищения. Недавно раскрыли очень интересный факт. В кишечнике по всему его 10-метровому барьеру находится четвертая нервная система, которая называется энтеральная нервная система. Там находятся миллионы нервных клеток, которые не подчиняются мозгу, вообще не подчиняются. Вот вы, например, захотите подергать слепой кишкой? Не получится! Или захотите, например, матку приподнять? Как-то так взбодриться. Не получится! Или захотите, например, чтобы пища быстрее проходила по желудочной кишине? Не получится! Потому что мы не управляем энтеральной нервной системой. Ее называют второй мозг. Она вырабатывает огромное количество нервных медиаторов, нейромедиаторов, более 40. Она вырабатывает гормоны, она вырабатывает ферменты. То есть, представьте себе, это два слоя нейронов, таких же, как чувствительные нейроны, которые находятся под слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта. И там вырабатывается все. Я об этом никогда не рассказывала. Первый раз слышите тоже, да? Это очень интересное сведение. Я сейчас работаю очень много с переводной литературой. И вот я просто как бы... У меня есть целая команда людей, которые мне информацию, ну всю самую последнюю, со всех континентов достают, потому что мне на самом деле хочется помочь людям, чтобы они не болели. И вот это самая последняя информация, что там вырабатывается гормон счастья, 70%. Он называется серотонин. Вот 70% его вырабатывается, это нейромедиатор, он вырабатывается в кишечнике. Вот в этих клетках, которые расположены под слизистой. И поэтому смерть человека, так же, как и все болезни, начинается в толстой кишке. Когда там возникают токсины, паразиты, грибы, бактерии, вирусы. Если хотите вы эту информацию получить, наберите прямо так. Энтеральная нервная система. В нашей стране ее нету. В нашей стране есть центральная нервная система и периферическая. Это самые-самые последние сведения. Энтеральная нервная система. Это называется второй мозг человека. И вот этот второй мозг человека, оказывается, находится в совершенно удручающем состоянии. Потому что там постоянно гниет, там постоянно бродит. Там проникают различные грибы. Они там просто плесенью все покрывают. Мы не будем сейчас показывать, потому что у нас как бы немножечко дорогая программа. Если вы хотите глубоко это узнать, приходите на Академию. То есть там я показываю, как это устроено, как это работает, куда желчь затекает, куда она вытекает. Ну то есть идет целая годовая программа Академии. Поэтому стоимость копейки там вообще практически, только за аренду мы платим. Поэтому приходите, обучайте. Сейчас я про другое буду рассказывать. Значит, там живут различные вирусы, энтеровирусы, внутренние вирусы. Там живет огромное количество бактерий, кишечная палочка и так далее. Там находятся все антибиотики, которые находятся в мясе, в молоке, в твороге. Потому что все это сейчас, для вас не секрет, да? Все это посыпано антибиотиками, густо, замочено. То есть мы потребляем огромное количество уничтожающих человека токсических веществ. Вот я вчера купила в мясной, значит, мясо. Я не вегетарианец, я, как бы, я оптимально, у меня так оптимально иногда мясо. Если хочу, я ем его. То есть я не стою четко на позициях, что нельзя, смерть, там, фашист, там, все. Ну то есть мы устроены так, что надо постепенно ко всему к этому переходить. И вот оно у меня лежит в холодильнике, я его забыла на нижней полке. И оно не портится. И я не позавчера, а раньше купила. Я смотрю, уже 5 дней, не портится. Я еще когда спросила, говорю, оно там на холоде лежало, такое, ну, запечатанное. Я говорю, оно долго хранится? Она говорит, 12 дней еще. Думаю, как там мясо 12 дней хранится и не портится, да? Лед, на котором оно хранится, состоит из антибиотика. Все это покрыто нитритом натрия. Это мощнейшее антигриковое, антибактериальное вещество. То есть мы поедаем сейчас еду, которая антибиотики, пестициды, нитраты, нитриты, генномодифицированные вещества. Все сделано, чтобы никто кроме нас ее не мог есть. А раз грибы не едят, раз бактерии не едят, значит эта продукция убьет наших бактерий обязательно. То есть она разрушит и уничтожит. Поэтому, если мы не хотим болеть, мы должны привести в порядок желудочно-кишечный тракт. Это аксиома. Это уже не теорема. В нашей стране нет ни одной клиники достойной, которая бы чистила желудочно-кишечный тракт. Всех людей, которые так или иначе чистили это, кого-то убили, кого-то... Непонятные вещи творятся. Был такой Эрн, Арнольд Эрн, да? Его почему-то убили в Германию. Чего его убивать врач, который бесслистую диету разработал? У нас был Чичагов такой, да, прямо монах, который занимался очищением. Тоже убили человека. Ну, то есть, вот как-то не выпускают вот этих вот нутрициологов на поверхность с клиниками очищения. Вот почему так? Потому что медицина – это огромный-огромный мульти-миллиардный бизнес. И при помощи этого бизнеса, ну, властемущие управляют. Потому что сейчас миллионы людей на инсулине сидят. Отключи завтра инсулины, они умрут послезавтра. Еще там миллионы курят, миллионы еще что-то там, да, гормоны какие-то получают, искусственная почка и так далее. В любой момент этих людей просто уже завтра не будет. Потому что они уже подсажены. И очень важно, чтобы мы понимали, что никому наше так вот здоровье, там, до 100 лет, кроме нас самих, не нужно. Вот у меня маме 82 года, папе 82 года. Мне лично нужно их здоровье. Но ни в одну больницу их уже не возьмут. Потому что, ну, скажут, ну, куда вы за своей бабулей лезете, к примеру, да? Поэтому вот мы сейчас должны понять ответственность на самих. Мы можем, начиная с детского возраста, уже технологиями овладеть, чтобы не болеть, не стареть, не грустить, в хорошем настроении быть. Что для этого надо? Здоровый образ жизни. Хотите бегать? Бегайте. Никто вас не заставит. Хотите правильно питаться? Научитесь. Не кушать маслины, они отравлены. Не кушать, там, кукурузу, она отравлена. Не кушать гороши консервированные, он модифицированный. Арахис ни в коем случае, да? Ну, это целая академическая программа. Хотите защищаться? Пожалуйста. Научим, как. Очищаться нужно принудительно. Никто не хочет очищаться. Ну, как бы, да? Но это необходимо. Вот я об этом и говорю. Причем очищение должно быть спокойное, безопасное, абсолютно безопасное, понятное. Каждая капсула, которая усилилась, должна быть понятна, почему она там лежит, да? Должен быть четкий научный алгоритм. Нет никаких панацеи. Вот была бы какая-нибудь панацея, но панацея это может быть пурген. Пьешь его там пять раз в день, и ничего там не задержится. Но глисты останутся. И они, так сказать, мимо. Поэтому, естественно, мы не могли мимо этой темы пройти. Естественно, мы с этой темой высветились. Вот я руководитель Международной академии, и у нас сейчас в Нижнем Новгороде есть международная школа очищения. Ну, туда едут со всего мира, но она очная. Мне эта ситуация не очень нравится, потому что люди должны приехать из Лондона к нам в Нижний Новгород, смотрят, тут такое, да, после Лондона. У нас даже нет ни одного санатория нормального. Ну, просто вообще кошмар. Поэтому мы запустили эту технологию как домашний вариант. Технология просто уникальная. То есть пьете 10 капсул в день самых лучших коллекционных продуктов, и все очищается. Я вам расскажу алгоритм очищения. Он очень-очень простой. Для того, чтобы очищаться, мы сейчас уже не про здоровый образ жизни, только про алгоритм. Если вам что-то будет непонятно, сомнительно, еще как-то по-другому, то вы скажете. Потому что проще вообще ничего не бывает. Но это уже когда мы этим занимаемся. Я уже занимаюсь очищением более 30 лет. Итак, первое. Мне есть вредную продукцию на момент очищения. Я не говорю вообще про образ жизни. Я говорю только на момент очищения. Вредную продукцию. Возьми черный, пожалуйста. Вы спросите, а какая вредная продукция? Сейчас даже говорить не буду. У нас есть прямо вот листочки, и на них написано, нарисована вредная продукция. То есть не буду даже тратить время. Кто захочет, значит, обозначитесь, мы вам эти листочки дадим. Не есть вредную продукцию на момент очищения. Дальше. Второе. Не пить вредные напитки. Ну нельзя во время очищения пить алкоголь, кофе, там, ну я не знаю, сок, например, там, искусственный, химический. Нельзя пить черный чай. Ну вот много. Молоко нельзя пить. Потому что смешно было бы пить молоко и очищаться, например. Ну вообще какая логика? А у американцев такая логика. Ешь все, что хочешь, пей все, что хочешь, и просто употребляй какие-то там вот очистительные вещества. Это неправильно. Если уж вы решили чиститься, значит, нужен, например, 20 дней, или, например, 10, или, например, 30. Ну не принципиально. Сколько хотите, столько и очищайтесь. Мы разработали программу на 30 дней, где из них 10 дней очищения, 10 дней восстановления функции кишечника, то есть мозга второго, и 10 дней идет уже питание всех основных органов и тканей. Третье. Никто не знает, есть ли у него паразиты, ни один человек. Потому что паразитов у нас живет около 10 глистов, ну у кого какой, по выбору, около 15 видов грибов, тоже кому как повезет, вирусов штук 8-10, ну таких топ линейка, плюс еще лямблии, аписторхи всякие, и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас мне женщина пишет по интернету, не могут поставить диагноз. Вот не могут поставить. Анна Толлина Алексеевна, умираю, никто не может поставить диагноз. Я говорю, что такое у вас сложное? Она, вот у меня болит кожа, вот у меня, значит, невозможно взять ручку в руку, вот у меня аллергия, такая, что ничего не могу съесть, постоянно пучит, бурлит, постоянно запоры, чуть ли не кровяные какие-то поносы. И от меня уже все отказались. Я говорю, господи, а что, что думать? Вы говорю, проверьте, есть на таксоплазму, это, говорю, кошачий паразит. У вас есть кошка, она, да, был приблудный котик, такой маленький. Я говорю, он вас не кусал? Ну, кусать не обязательно, достаточно, в общем, чтобы он сел к вам на стол задним местом, и чтобы получить эту таксоплазму, да? И вот она идет, идет, делает, у нее таксоплазмоз. И она плачет, а что, говорит, никто не мог поставить, что ли, мне этого раньше. Я говорю, диагностикой надо владеть, то есть диагностика, это серьезная вещь. Вот она теперь этого котика вспоминает. Благодарен все, потому что, ну, просто таксоплазмоз, это же очень серьезно все, да? Итак, мы не знаем, поэтому нам нужно обязательно противопаразитарная трава, какая-нибудь, которая выгоняет глистов, лямбли, бактерий, вирусов, ну, то есть, желательно самое, ну, не горькое, потому что есть пижма, есть полы, есть там цитварное семя, есть там, ну, вот вообще, мужской папоротник, есть, например, жидкость такая, как ее, ну, скажите, я скажу, масло такое, типа солидола, я не пользуюсь, то могу вспомнить. Касторка, да, касторовое масло, ну, это просто, это просто невероятно, то есть, его надо выпить целый стакан, просто невероятно, да? Поэтому, это должно быть ни горько, ни противно, но более-менее, ну, хотя бы более-менее цивилизованно. Индусы как? Они выпивают два литра масла, там, пять литров соленой воды, плюс еще разные горькие травы, невероятно горькие, вот у них все это происходит, подхождение глистов, но мы этого не будем делать, потому что это очень сложно. Четвертое, это шаги очищения. Обязательно нужно восстановить бактерии кишечника, потому что если в кишечнике мы убили всех бактерий, антибиотиками там, различными генномодифицированными, там, сахаром, солью, да, то никто ничего не переваривает, поэтому добавить нужно. Обязательно нужно добавить сюда ферменты, желательно растительные и желательно живые, потому что если ферментов нету, пища стоит кулем, не гниет, не расщепляется, ничего из нее не выбирается, и получается, что все это комком идет и ничего не происходит, да. Шестое, сюда нужно обязательно добавить клетчатку какую-то, ну, хоть минимально что-нибудь, да, чтобы сформировать вот эти вот остатки, чтобы они хотя бы поршнем двигались, потому что кишечник широкий, и чтобы что-то продвинуть, надо какую-то такую вот, ну, пушистую массу. Обязательно надо добавить витамины, потому что витамины участвуют в переваривании, ну, не все витамины, а только определенные, там, С, Б, 1, Б, 2, Б, 3, Б, 5, там, определенные, потому что, например, витамин Е, ну, он как бы полезен, но кишечнику, он, в общем-то, не очень. Обязательно надо минералы добавить, особенно минералы антибиотики, то есть йод, там, марганцовку, марганец, там, еще какие-то, да, обязательно надо добавить желчегонные, желчегонные, мочегонные, слабительные, какие-нибудь там лимфостимулирующие, потому что 5 выделительных систем, да, и обязательно нужно сюда еще нам было бы добавить, так, причем у нас еще не хватает, плетчатка, ферменты, полезные бактерии, так, сейчас, вода у нас, вода у нас минокислотная, нет, нет, витамины, минералы, ферменты, плетчатка, а, обязательно добавить, так, стоп, отнипить, противопаразитарный, нет, вода есть, бактерии наши, полезные бактерии, полезные бактерии, ферменты, клетчатка, витамины, значит, минералы, а минокислоты к чему относятся? Нет, а минокислоты это уже клеточное питание, нет, 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 психология это, да, ага, самое главное, сорбенты, сорбенты, это вещества, которые не растворяются, не растворяются, песочек какой-нибудь, или там уголь активированный, ну то есть, что-то, чтобы не растворялось и сорбировало на себя, ну хотя бы вот, ну я не знаю, хотя бы тяжелые металлы, например, тяжелых металлов в организме полно, консервы всякие, все с тяжелыми металлами, кто-то курит, это кабмий там, все это, да, вот это вот концепция очищения, концепция, если что-то одно будет выкинуто, уже будет снижаться эффект, например, нету витаминов, минералов, человек ослаблен, нету клетчатки, ну кал будет течь просто водичкой, да, нету ферментов, ничего не растворится, нету противопаразитарных, кал уйдет, а глисты останутся, да, нету бактерий, например, будет потом нарушение слизистой, нету, например, желчегонных, мочегонных, слабительных, то есть не произойдет очищение этих органов, нет сорбентов, ничего не впитается. И у нас возникла мысль, что мы много лет, 15 лет учили вас пользоваться всеми этими продуктами по вашему желанию, но сейчас такое время, что скорость чудовищная, человек уже ничего не может, ни смотреть, ни читать, ему уже некогда, ему хочется гарантированно взять, выпить, и вообще больше, и не думать ни о чем, и не читать, и не смотреть, кстати, ученые бьют колоссальную тревогу, колоссальную, дети глупеют, тупеют, то есть они агрессивны, очень сильно агрессивны, потому что гаджеты, Wi-Fi, айфоны, социальные сети, виртуальная жизнь, у человека развивается клиповое мышление, то есть он уже не вдумывается ни во что, но мы эту ситуацию учли, потому что мы 15 лет обучали, как это делать, теперь уже времени нет, вот кто обучен, тот обучен, сейчас мы предлагаем вот это вот купить просто и пить, мы подсчитали, что стоимость, которую средний может помочь себе, позволить себе человек, но это приблизительно, ну, наверное, 120 рублей в день, допустим, да, 120 рублей в день, нормальная сумма, ну, нормальная, потому что, ну, стакан кофе стоит, 100 рублей в день, да, если вы пойдете кушать, или в магазин, вы тысячу, полторы, две затратите, то есть в состоянии средняя масса людей 120 рублей в день на себя потратить, в состоянии, в состоянии вы понять, что за два дня не прочиститесь, ну, хотя бы надо, ну, две недели, пять недель, четыре недели, три недели, то есть лучше всего, если это будет месяц, причем в режиме 10 дней очищения, 10 дней восстановления кишечника, оно обязательно нужно, и 10 дней восстановления витаминов, минералов, аминокислот, ферментов, бактерий, то есть уже, чтобы как бы закрепляющую такую методику сделать, и компания, значит, на наш призыв бодренько откликнулась, то есть она создала вот такие вот наборы, называется программа номер один очищения кишечника, он стоит около 4 тысяч рублей, 300 там с чем-то, 900 с чем-то, так как эта система дистрибьюции, он включает еще определенное количество поощрительных различных инструментов, чтобы человек бесплатно это не делал, чтобы он мог, так сказать, вернуть себе свои затраченные средства, потому что наша цель, чтобы все пили все бесплатно, без оплаты, вот наша такая цель, но чтобы человек пил без оплаты вот эту программу, у нас таких программ 10 приблизительно, но это просто очищение кишечника, у нас есть программа похудения, у нас есть программа восстановления сердца и сосудов, у нас есть программа восстановления суставов, у нас есть программа восстановления детей, есть программа восстановления эндокринной системы, то есть мы над этими программами 15 лет в общем тренировались, Значит, программ может быть много различных, и наша цель, чтобы основная масса людей пила его без оплаты, но для этого они должны произвести какую-то работу. Вот эта работа может быть, если вы собрали себе группу и пьете эту программу там в десятером, в пятером, ну, не важно как, то вы имеете возможность весь год пить программу без оплаты. Пенсионеры сразу поняли, что если бабушка пьет и еще там девять бабушек, ну, условно говоря, то она пьет бесплатно, потому что она директор как бы вот этой вот очищающейся группировки. Ну, мы называем это домашними кружками. Ну, нормальное решение? Ну, нормально. Человек говорит, у меня нет денег. А язык у тебя есть, голова у тебя есть, совесть у тебя есть, все нормально. Но вы этого можете не делать, можно просто купить программу и пить. Речь стоит только о том, если у вас, ну, хочется, но нет денег. Значит, мы вам предлагаем вариант, как это сделать. То есть ваши деньги вложены понемножку в цену тех программ, которые купят люди, у которых есть деньги. Ну, тоже достаточно справедливо, да? Оно содержит три фазы. Первая фаза – очищение кишечника. Вторая фаза – восстановление кишечника. Третья фаза – это восстановление всего организма, то есть питание витаминами и минералами. Внутри находятся 10, 9-10 вот таких вот капсул. Здесь лучшая коллекция продуктов Кораллового клуба. Лучшая. Значит, это первая опытная экспериментальная партия, которая поступила нескольким лидерам компании. Вот Андрей Петрович в числе этих лидеров, как представитель вот этого нашего большого региона, да? Еще в компании нету этих программ, никто их еще не получил. Уже все звонят, только сильно. Ужас, почему у нас ничего нет? Пожалуйста, вышлите одну, две, три. Я ничего не буду ссылать. Сейчас мы опробируем. На самом деле мы уже все опробировали. Мы уже в течение шести месяцев. Я уже опробировала, все работает, ну, замечательно. Ну, смотрите, что туда входит. Листья черного, вот первые декады. Листья черного ореха, две штуки. Листья черного ореха это противопаразитарное, содержит клетчатку, содержит много витаминов, содержит много минералов и желчегонный. Входит в заферан. Заферан это куркума. Просто куркуму вот так ложками есть. Ну, в общем, как бы люди не будут, это не очень вкусно. Я вот, например, запах куркумы не люблю, поэтому в капсуле это просто вообще замечательно. Куркума это уникальное вещество, которое содержит куркумин. Куркумин это противораковая специя, которая в Индии, на нее молятся просто. Она входит в соус каррии. То есть, если бы индусы не ели этот куркумин, они бы давно умерли от паразитов, потому что теплое море, там креветки, все это с грибами, все это гниет, бродит, там у них температура 40 градусов. Причем у них антисанитария просто колоссальная. Если бы не этот куркума, они бы болели. Входит коралл Бурдокрут, это лопух. Лопух это, вот не ту страну назвали гондурасом. Лопух это оскорбительное слово, но это совершенно потрясающий корень. Фиброма, мастопатия, эндометриоз, выпадение волос, печень, желчный пузырь, почки, мочегонный, желчегонный, патагонный, суставной. То есть про лопух я могу читать отдельную лекцию, но не буду сейчас, потому что времени нет. Берете каталог и смотрите, открываете. Просто, я не знаю, я бы всем вообще, в больницах всем бы давала лопух, всем вообще без разбора. Там содержится инулин. Инулин это питание бактерий. То есть вот эти вот полезные бактерии, которые должны размножиться, для них вот эта фруктоза короткоцепочковая, это просто вообще невероятная удача. Для диабетиков полезен. Биокурунга. Биокурунга это, значит, достояние бурятского народа. Вот есть мацони, например, да. Есть, например, болгарская палочка. Есть, например, тан, есть, например, кумыс. Вот разные народы по-разному культивировали бактерии. Вот буряты живут в самых плохих условиях. Там у них север, ничего нету, поэтому они из самых сильных вырастили. Их называют биокурунгувиты. То есть они кушают одно мясо, у них ничего не растет больше. То есть ни зелени, петрушки, абрикосов, мандарин, ничего у них нету. Вот они едят вот эту биокурунгу, и весь вред, который они получают от мяса, от рыбы, потому что у них такая история, они снимают. Коралл люцерна. Люцерна это растение, имеющее 40 метров корни. То есть это полный источник клетчатки, витаминов, минералов и ферментов еще. Каскара-саграда. Одна слабительная травка, потому что без слабительного, ну никак тут. Если глисты рванут наружу, то как бы их тут встретят. Коралл-карнитин. Это потрясающий уникальный витамин. Меня сегодня попросили, сегодня или вчера? Нет, вчера, наверное. Попросили принять участие в вебинарах для компании. И спросили, какие у вас два любимых продукта. Я говорю, у меня два любимых продукта. Это карнитин и таурин. Карнитин это витаминоподобное вещество, которое восстанавливает сердце, почки, печень, мозг, зрение и снижает вес. И таурин такой же. Сюда входит еще лицетин. Лицетин это витамин группы В. Из лицетина состоят нервные волокна. И вот этот вот кишечник внутри, который содержит 70% нервной системы организма, ему обязательно нужен лицетин. Без лицетина он просто вообще работать не может. Вот это все. 9 капсул сюда и плюс еще коралловая вода. Полтора литра коралловой воды. То есть 10 дней человек вот это вот все принимает. Через 10 дней наступает период восстановления. Чем мы восстанавливаемся? Опять же продолжаем. Биокурунгу. Подсоединяем бактерии. Мегаацидофилус. Подсоединяем ферменты. Ассимилятор. Подсоединяем коралл магний. Магний это фермент, который восстанавливает центральную нервную систему. Это основной противострессовый, это противосудорожный, это микроэлемент, от которого зависит просто вообще жизнь человека. При потере магния наступает остросердечно-сосудистая недостаточность и смерть. Не от кальция, а именно от магния. Магний это память, это скорость реакции. Но магний это вообще нервная система, центральная нервная система. А тем более, что мы восстанавливаем четвертую нервную систему, то есть второй мозг, поэтому это невероятно понятно. И лецитин. То есть 10 дней человек пьет вот это. Комплекс 24 на 7. Это комплекс всех витаминов и минералов, всех, которые есть. И плюс, туда входят еще тоники. Тоники туда входят спирулина, туда входит золотой корень, туда входит радиола розовая, туда входит женьшень немножко. Ну то есть совершенно потрясающая коллекция. Я не буду сейчас опять вдаваться в подробности. 24 на 7, это называется 7 дней 24 часа. Вот оно называется 24 на 7. То есть круглосуточная поддержка витаминно-минеральный организм и тонизация. И третий этап с 21 по 30 день, это идет восстановление уже антиоксидантами, аминокислотами. Входит акваокс, это розмарин с гранатом и с еще несколькими, с пятью травами. Сюда входит таурин, это восстановление при сахарном диабете, зрение, печень, волосы, кости, лишний вес. Сейчас хотелось бы, чтобы вы, те, кто купят программу, посмотрели каталог. У нас есть системный каталог и про каждый продукт, здесь 20 продуктов, про каждый продукт написано около двух листов такого вот очень развернутого научного текста. Сюда входит спирулина в таблетках. Это 17 аминокислот и все известные миру витамины. Спирулина это голубая водоросль, которая растет в неедированных водах, поэтому йод она не содержит, но она обладает совершенно потрясающим восстанавливающим действием. Сюда входит папайя, очень хороший, вкусный, радостный фермент. Входит сера, без серы вообще коллаген в организме не производится. Это зубы, кости, волосы, это различные внутренние органы, это все, что связано с перегородками, это фасции, это суставы, сухожилия, это кожа, коллаген кожи. И входит опять же биокурунг. То есть 20 лучших продуктов кораллоку. Сюда не входит микрогидрин, потому что микрогидрин в системе очищения можно да, можно нет. Сюда не входит, например, корамор виново дерево. Можно да, можно нет. Сюда не входят какие-то вещи, которые отдельные витамины, витамина А, витамин Е, потому что они нужны в принципе, но в системе очищения можно от них отказаться. То есть сюда входит минимальный набор лучших продуктов компании «Коралловый клуб», самых лучших, потому что таурина нет ни у кого, ни у одной компании, ассимилятора нет ни у одной компании мира, значит комплекс 24 на 7 это эксклюзивный продукт. Коралл-артишок биокурунга, это есть как бы аналоги, но это достаточно другая история. Акваокс это уникальный продукт «Кораллового клуба», то есть это практически коллекция продуктов, которые в течение 15 лет можно было купить только в банках. В банке эта программа стоит 40 тысяч, ровно. То есть если вы купили банки, то это ровно 40 тысяч. То есть вы можете купить за 4 тысячи, вот если вы сложите эти продукты все 20 и посчитаете цену по прайсу, будет 40 тысяч. Так оно и делается. На 10 человек эти банки распределяются в режиме самой лаборатории «Кораллового клуба». Значит мы запустились вперед, мы даже еще не ждали пока они все это упакуют, мы уже как бы сами это делали, Андрей Петрович вошел в стадию эксперимента и мы просто опробировали. Очень хорошие результаты. Я предлагаю создать группу ВКонтакте или в Вайбере или в Ватсапе для тех, кто будет пользоваться этой программой. Во-первых, задавать вопросы. Во-вторых, если что-то там где-то возникнет, какая-то проблема, например, у кого-то наоборот там расслабится, у кого-то наоборот там еще что-то, да, то мы всегда эту группу будем отслеживать. Я думаю, что эту группу должен создать либо кто-то из лидеров, либо допустим, ну вот Андрей Петрович, да, ну сделайте это, да, потому что создали в некоторых городах такие группы. Я читаю результаты, я сама в шоке. Я сама в шоке. Они делятся своими результатами. Есть у кого-то какие-то проблемки, кто-то не допил, не доел, там еще что-то, да, это я сразу комментирую и, значит, человеку правильно все выставляют. Значит, программа, ну просто мягкая, спокойная. Здесь нет ни одного противопоказания. Вот, например, у нас есть уникальная система Калавада, уникальная, но не все хотят голодать, не все хотят, допустим, пить глину, кто-то не может что-то выпить, да, хотя программа просто потрясающая. Потрясающе. Здесь ничего не надо, все легкое. Значит, три капсулы три раза. Получается 9 капсул, все, вы в режиме очищения. Причем в режиме мощного, вот этого концептуального очищения. У нас сейчас прошли вебинары, у нас есть 10, значит, семинаров на эту тему. То есть мы разбирались с рейтингами еды, потому что к этой программе можно еще сделать и обычная поддержка продуктов и питания. Ну, то есть, если кто-то захочет, туда к нам в офис обратитесь, мы вам дадим эти материалы, потому что здесь в этом офисе нет, у нас обучение все там проходит. Вот это вот программа. Значит, как ее можно, ну скажу так, как о ней можно людям рассказывать? Это внутренний механизм, этого рассказывать не надо. Это должно быть у вас в голове, да? Каким образом сейчас можно восстановить людям здоровье? Очищение кишечника с восстановлением 30 дней в месяц. Дальше идет печень. Очищение печени 30 дней с восстановлением. Набор продуктов будет другой. Дальше. Очищение почек 30 дней с восстановлением. Стоить будет точно так же. Все программы будут унифицированы, да? Значит, 4000 рублей, там без 60 рублей, 50 баллов для того, чтобы вы могли вернуть свои деньги, либо пить бесплатно, чтобы какой-то был, ну, механизм выплаты вам вознаграждений, да? Очищение кожи. Восстановление кожи 30 дней. И там, где почки восстанавливаем, восстанавливаем сосуды. Там, где кожу, чистим, восстанавливаем сосуды. Там, где печень, суставы, центральную нервную систему. То есть чистим всегда 5 выделительных систем, питаем другие. И очищение лимфы 30 дней. И восстановление клеток. Это идет система омоложения. Вот что вы можете предлагать? Вы можете предлагать человеку путь длиной, например, в 5 месяцев, в полгода. Значит, наши все дистрибьюторы, директора, все, кто давно, они пойдут на целую годовую программу. Потому что сами они себе уже подбирали. Но это требует определенных навыков. Я прихожу, назначаю, ко мне человек попадает, назначает, у него все проходит. Он говорит, ну как, я сам пью, у меня не получается. Я говорю, ну потому что, если я к вам приду на работу, и сяду, например, вам бухгалтерский отчет помогать делать, я уверена, что у меня тоже не получится. Вы экономист. Вы не специалист по кишечнику человека, да? Я специалист по кишечнику, поэтому я решила, как бы в этот раз, уже вам шаг вправо, шаг влево не надо. Потому что вы обязательно что-нибудь напутаете, обязательно что-нибудь, чего-нибудь сделаете не то. То есть, если уже доверяете, значит, берите, просто и пейте, даже ни о чем не думайте. Утром достал пакетик, на три части поделил, выпил. Хочешь с утра, не вопрос, выпей сразу с утра. Если очень сильная проблема, ну просто вообще ужас какой-то, да, все, болит и ничего, два пакетика. Значит, программа кончится не за 30 дней, а за 15. Человек говорит, а у меня есть только 2000 рублей. Я говорю, замечательно. Берете и делите на двух человек. На двух человек. Пять дней один, пять дней другой, пять дней третий. Делите. Получается, на 15 дней программа. Такая же точно. Кто-то говорит, а у меня еще ребенок есть. Замечательно. На 7 дней делите на ребенка. Еще пакетик выделяете, да? То есть, по любому достатку, эту программу можно использовать, как хотите. Какие вопросы есть? Спрашивайте, да. Алексеевна, на две минуты оторвать вас от этого прекрасного зала по личному вопросу могу я? Сейчас нет. Вот сейчас идет запись. Мы закончим. И подойдете ко мне, я вам очень хорошо все расскажу, да? Алексей, это детская есть программа. Значит, есть детская программа, но это не детская. Детская программа будет еще, так сказать, меньше. Там будет лицетин, там будет чеснок, там будет папайя. С какого возраста это будет? С одного года будет приблизительно. Программа до 7 лет. Но еще нет придет. Еще нет? Нет. Она уже будет через некоторое время, но начать надо, в общем-то, с себя. Если вы хотите внутри сделать детскую программу, внутри этой программы, то мы вам скажем просто, что достать. Лицетин, папайю, листья черного ореха и водичку. Я уже где-то раз попробовала. Детей трудно заставлять. Приходится это все... Вкусное надо брать. Толк в воду. Надо вкусное брать. От папайи ни один не отказался. От папайи не отказался. Чесночок пьют замечательно. Мне кажется, из-за того, что как раз мы как что-то ему не додали, после первого периода очищения, после 15 дней, видимо, не успели восстановить. Вирус схватили, опять заболели. А потому что восстанавливаться надо. Вот я про это и говорю. И вот у нас таких этапов несколько раз прошло. Вот я про это и говорю. Потому что я, когда чищу человека, я обязательно сразу восстанавливаю кишечник длительное время. Вот сколько чищу, столько и восстанавливаю. И обязательно потом даю витамины, минералы, аминокислоты, защитные факторы, антиоксиданты, для того, чтобы поднять вот этот вот иммунитет. Если ребенок в середине программы прям заболел, дальше просто продолжать восстановление? Восстановление. Программу убирать, продолжать восстановление. Потому что когда идет очищение, естественно, организм немножечко как бы слабнет. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Потому что выходит больше кала, выходит больше воды, выходит пот, выходит желчь. Ну то есть как бы организм в момент очищения немножечко такой ранимый становится. Но когда мы все это восстанавливаем, он становится во много раз крепче, чем он был. Прошу, идти по программе. пусть начинает почиститься можно да здесь артишок здесь лопух здесь заферам здесь лицетин полная печеночная программа начинается вдруг у него окажутся паразиты какой-то мы же этого не можем знать мы могли бы сразу перейти на программу печень но смысла большого как-то не вижу потому что в программе печени как бы уже листа черного ореха как бы там не там другие предусмотрены сюда входят сюда входить все сюда уже ничего не надо вот в эти значит на 4000 вы могли бы ему купить три банки только каких-то ну потому что у нас средняя такая но 4 банки до 5 банок здесь сюда входит 20 продуктов поэтому прямо смело берите и пейте прям смело противопоказания нет я убрала отсюда чеснок почему а вдруг у кого-нибудь камень желчном пузыре да я убрала отсюда кору муравийного дерева вдруг кому-то не надо там противовоспалительно я убрала отсюда ассимилятор включила уже только на 20 там на 15 день потому что сначала идет вообще так сказать легенькая очисточка прямо такая разведочная чтобы ни один человек не мог сказать ну вот я начал пить и у меня вдруг там резко все чего-то обострел да все как полезно нет так не надо все не полезет все будет медленно печально то есть но человек должен утром стать разделить на две или на три части выпить и вообще даже как бы спокойненько значит кандидоз там входит люцерна там ходит лист черного ореха против кандидоза потом можно будет какую-то специальную программу противогрибковую сделать но туда уже на серебро войдет туда что-то посильнее войдет то есть эта программа она такая она не супер сильная не супер сильная но она зато без противопоказаний мне не надо противов на первом этапе чтобы у людей были какие-то ну сюрпризы даже она очень мягкая очень такая спокойная у меня пока интересная картина я пропила программу когда ходим на академию потребительство не лапа не пропила это у меня был иначе половина января значит и это самое снова думать я директор купила это директор что программу я сейчас ее пью но что удивительно у меня в конце февраля стали сильно чесаться глаза это чешет и чешет и поняла поскольку я работаю медицине я проверила и у меня нашли эти как называют клещи и что такое демодекс 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 значит смотрите какая ситуация когда идет очищение подумаем когда идет очищение все что сидит внутри они у вас сидели не в глазах они у вас сидели в коже вокруг везде да но в нос в носу сидели в подкожные вот ну все на канальца где-то да то есть мы изнутри всех выманивать потому что очищение так и называется у кого например лямбли они начнут выделяться у кого например глисты они начнут отходить у кого клещи они полезут наружу а куда им деваться если им там горько некомфортно естественно они начнут тем более вы пьете печеночную программу сейчас я уже пью директор замечательно замечательно продолжайте продолжайте потому что с клещами не пройдут этих вещей пройдут мы пройдут конечно пройдут мы иммунитет поднимем они пройдут это называется демодекоз демодекоз это такой вид клеща бытового который живет подкожно ему там сейчас стало некомфортно и он начинает у меня не чесать мне только глаза сейчас это и говорю но они выходят через слизистые оболочки они через кожу не могут уйти они выходят через слизистые мы потом эту программу это частная проблема решим ее не вопрос я с ваших слов поняла что 12 больше а здесь вот пять пунктов нет нет дальше нет пожалуйста дальше идут суставы дальше идут гинекология дальше идут эндокринная система дальше идет иммунная система да они могут быть в разном порядке у кого-то например бронхиальная астма да ну серьезное заболевание он чистит кишечник печень а потом легкие то есть программы могут местами меняться немного зависимости от человека подряд вот так все кишечник первое сто процентов все печень вторая сто процентов вот и все захотят все пройти печень вторая сто процентов а дальше вы говорите у меня проблема какая например эти волосы выпадают значит дальше пойдет питание волос или например но там кто-то суставы болят значит дальше придет программа суставов потому что мы не будем вас целый год как бы до суставов и мы сразу на 20 суставных проблем да так 12 штук ну так 12 у нас 12 систем у нас 12 систем организме но может быть молоденьким и не надо все все проходить но пожилым людям надо скажите детям все таки вот эту программу нет они боем детскими смотрите смотрите как они 12 берите одну программу и делайте из нее три программы то есть себе делайте программу и двум детям значит у вас у вас получится приблизительно на 78 не ребенку 9 капсул не нужно в день поэтому вы в этих капсулах то есть я просто могу вам или или сами если вы не опытный человек я вам подчеркну что одному ребенку что второму и вы просто возьмете у себя один из черного ореха одному дадите допустим на следующий день другому то есть вы сделаете среди своей программы еще две маленьких программки ребенка это будет очень гуманно и очень нормально то есть там можно так но смотрите ситуацию я бы советовал вам взять одну программу матер чтобы не тратить лишние деньги проверить ее у вас на 15 на 20 дней и и хватит а потом уже будете смотреть может быть следующую какую-то может быть детскую восстановительную может быть детскую память там но что-нибудь вот такое потому что мы сейчас как только клуб начнет уже вот ну как бы промышленное изготовление да сейчас еще идет здание эксперимента после того как клуб начнет промышленное изготовление там будет сто процентов детская программа у нас у детей геморрит рецидивирующий причем у всех чистить надо кишечник это грибы это бактерии это стафилококки меня и у мужа никогда не болел вместе в этом году и в прошлом все вместе по несколько раз вы начните с чего-то вы первое это поняла вы новенький человек да да я покупал да какие-то при начните вы же стихийно покупаете вот начните так вот уже но правильно правильно все почистите кишечник причем допустим вы же можете через две недели прийти еще одну программу купить конечно не надо забирать не надо набирать да то есть внутри просто подойдете или андрей петрович или вальтин верна ли кто-то из или я распишет вам как значит я всегда надо сделать первый шаг как только вы получите результат вы уже будете точно знать вот я хочу вот это вот это вот это потому что вы купите ребенка он пить не будет ну там много чего может случиться вот пьют пилот из капсул в день по 5 капсул на молодец но вы кстати берут а школа везде нет у меня . вообще горит сложи мне в карманчик и я тоже баночку на ванку чеснок в карманчик амегу в карманчик папайю а папайя на мне еще год можно еще три папа я буду тебя хорошо вести на счету них лунга лунга ну конечно конечно продукты уникальные спирулину детям обязательно надо оттуда достать потому что можно попросить конечно конечно просто подойдете мне конкретно я вам дам там разными фломастерами закрашу потому что начните как бы а там уже дальше посмотрите еще есть вопросы по снижению веса да значит все зависит от того как андрей петрович быстро ее распасует потому что мы в принципе можем не ждать этих программ если наше внутреннее дело у андрея петровича есть все распасовки он просто там заказы ему оставляете как только наберется там но 5 хотя бы человек он сразу не распасует и вам да конечно 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 ну конечно потому что андрей петрович давайте я вам сброшу диету общую общую диету сброшу к этому алгоритму потому что если вы на общую диету перейдете там инфографика у меня есть то вы за одновременно будете худеть потому что там низкокалорийная диета включена есть общая диета есть толстеть но это не толстеть а накачивать мышцы то есть набирать мышечную массу в принципе есть высококалорийные продукты и такси нет нет ну куда высококалорийные ну а мигали 60 например омега 369 вот омега 369 отвечает за набор веса 369 69 омега-3 она стабилизирует вес омега-6 она повышает вес и омега-9 она вызывает в организме такой противовоспалительную мощную реакцию то есть бывает что люди ну как бы слабенькие она укрепляет очень хорошо потому что омега-3 в одну сторону омега-6 другую вот когда они сбалансированы они очень хорошо поднимают иммунитет обе это разные жирные кислоты а если худеть значит если худеть я бы советовала так взять программу допустим очищения и плюс еще коктейль кстати коктейли пришли значит вместо ужина сделать коктейль днем употреблять 9 ватт и вечером коктейль потому что очищение похудения ночью близко следует на счет 12 числа бы бесплатный вебинар по похудению значит я там буду давать новую концепцию похудения она пока я готовилась я обычно не готовлюсь к семинарам я как бы как немецкий я знаю да но люди ждут от меня каких-то научных концептуальных вещей поэтому я села разбираться в лишний вес там села и выяснила грамм на причину лишнего веса я вам ее пока не скажу я сама просто обалдела но вот я теперь знаю главную причину лишнего веса но если 12 приходите на бесплатный вебинар про вебинары где подписаться на них можно в рассылкой 2 беременным кормящим как беременным можно и кормящим уже и то и другое здесь нет здесь нет чеснока здесь нет когда кормящая мать есть чеснок кстати беременным чеснок очень полезен она улучшает кровоснабжение в плаценте но кормящие матери когда начинаете есть чеснок молоко начинает пахнуть чесноком и ребенок так немножечко суетиться здесь нет ни одного противопоказания первую программу вы знаете первое чтобы не получился блинкома мы особо тщательно думали потому что ну калавада она совершенно но из 90 из 100 процентов людей там 50 процентов побоятся голодать ну не хочет голодать никогда в жизни не голодал а здесь вот он ну как бы ему даже сложно сказать что он не хочет что ты не хочешь память не хочешь рецидив не хочешь что там еще не хочешь здесь настолько мягкое вот это вот очищение что тут ничего не хотели три раза по три капсулу можно где можно но если вы зараз выпить и кору крушины с утра то вам хватит как раз доехать до работа поэтому там есть кора крушина такая значит интересно какая-то желтенько-коричневая такая вот ее лучше на ночь на ночь выберем утром и стабильно сходили и все уже замечательно волшебно бабе цветы дитя мороженое не перепутай в таком плане значит вы знаете можно по-разному я например попробовала на воде мне как-то пустовато поэтому я сейчас коктейли делаю на простоквашки самый лучший вариант на на биокурунге заквашивать сам самым я включусь на можно вот мой опыт самый самый полезный самый вкусный на биокурунге лица молока две таблетки измельчили через два дня там йогурт и на этом йогурте потрясающе вкусный коктейль и любого любого аромата до утром отливаете на коктейль оставляйте одну треть доливаете молока к вечеру снова йогурта так раза два три а потом опять две таблетки легко и просто только что 36 до у него колоссальные опыты многолетний по очищению все-таки у вас есть 8 месте это другое это генеральный упорка организм кстати очень хорошо вы видите просто на лице это пулька пол света лавада кольму розовый вообще молоко мы исключаем все таки лучше к лавада или либо это вот я готова я хочу очиститься если очиститься то это значит смотрите ситуацию к лавада это это очень мощная программа которая требует определенного образа ну как бы отвлечения всего потому что четыре дня вы не кушаете пьете глину и так и так и так и так это значит это генеральная уборка но с генеральной уборки ну как бы мы не начинаем обычно мы делаем разведку особенно если вы когда-нибудь мы делаем вдруг там окажутся лям вдруг там окажутся например описторхи мы же не знаем что то может оказаться же вдруг там окажется там еще какой-нибудь там но паразит да или кандида допустим мощная коловада не предназначена как скажу так как освобождение от грибов от паразита предназначен до месяца черного ореха даст но глина как бы она достаточно ну не просто пьется коловады это следующий этап мы всегда перед коловады рекомендуем поразмяться водичкой просто ферментами сорбентами для того чтобы ну подготовить немножечко организм значит лучше эту пропиток она уже когда в процессе голодания процессе голодания выясняется что у человека лямблии например да ну надо прекращать голодание если лямблии у вас потому что надо переходить на противопаразитарную программу а как поймешь ну года пойдет там лямблии же пойдут если вы например на голоде и с глиной то если у вас там лямблии теперь туда входит чеснок в коловаду ее не рекомендуется с камнями например желчном пузыре не рекомендуется с язвами потому что глина до мощная и получается что у коловады есть определенные противопоказания они небольшие но они есть например нежелательно с удлиненной сигмовидной кишкой потому что но если кишечник но как бы деформирован то глина медленнее будет двигаться да поэтому у коловады есть противопоказания у этой противопоказания ну так практически нет потому что здесь не входит ни чеснок не мощные такие какие-то слабительные то есть а теперь слова нет можно можно если вы переносите голодание если если нет диабета вот например с диабетом эту можно программу вообще легко потому что голодать не надо человек кушает потихоньку с гипертонией эту можно программу а вот например коловаду при гипертонии но я бы сразу не советовал я бы советовала что-нибудь легенькое а потом уже если все нормально тогда коловаду то есть вот если вы например только первый раз начинаете чем проще тем лучше новому человеку лучше вот новому к новому да вот а уже тем кто там одну прошел вторую вот уже голова да это скажем так давайте разделим просто генеральная уборка и подготовительная да потому что компания пришла к этому я все время говорила что ну понимаете сложный чека сразу на голоду говорить он хочет а можно чуть полегче и они даже пришли к варианту light коловада то есть заказали обрету эту light коловаду и он обещал сделать но как бы он сделает из того же приблизительно самого очень хочется посмотреть что это будет но он пойдет по этому же алгоритму потому что ну а что там еще можно придумать он просто может быть другие травы какие-то выберет то есть ожидается но через где-то полгода может быть что-то light коловада легкая коловада где не надо голодать но это будет приблизительно поэтому уже как бы и сделали людям старым с инсультами опираться на сердце пополам делить или прям по 3-3 раза выше просто сели можно по 2-4 раза там есть таурин там есть карантин с мягкого течения например утром встал две капсулы выпил там 45 часов прошло две капсулы выпил еще 45 часов прошло две капсулы выпил и на ночь допустим перед сном там слабительная а где можно на вебинары ваш подписаться вот такого точка ком сайт захотите это с андреем петровичем андреем петровичем каким-то образом какие-то варианты сможете в казани куплены но очки не только да если с кем-то договориться кто давайте объявление в группу напишем кто хочет кто будет брать коловаду ближайшие только вы должны будете ему тогда баллы передать своей а кто и нет никто не наш офис продаж вообще ну и вопрос решается в порядке индивидуально индивидуально в молоте содержится козы козырин это очень длинная белковая молекула очень длинная если нет фермента лактоза лактулозы то она практически обмазывает стенку кишечника запечатывает и у человека возникают даже поносы то есть и так мы оказываем слабительное действие если чекчем молоко не переносит то у него вообще будет по нос да а молочнокислые они уже ферментами обработаны поэтому уже идет быстрое усвоение легкое все дети вообще не переносит киску даже кисло молочки если кисломолочку человек не переносит то два варианта если очень хочется ту сыворотка от молока сыворотка без белка вот этого даже де натурированного очень хочется Когда человеку не хватает кальция, человек не переносит молоко, но любит. Это бывает очень часто. Дети, например, не переносят, а зубы черные, а волосы выпадают и так далее. Поэтому сыворотка молочная, она не содержит белка, но она содержит очень много кальция. Или тогда нужно кальциевую диету делать, там кунжут, финики. Вот дети замечательные, кунжут и финики делают, да? То есть продукты с высоким содержанием кальция просто надо. Мясо тоже включаем, да? Значит, мясо немножечко можно, чисто так сказать. Ну, по 50 грамм, по 70, понемножку, да, без фанатизма. Вот на этой программе можно, на коловаде нельзя категорически, потому что там глина и до, и после, там категорически. Здесь можно чуть-чуть мяса, чуть-чуть яиц можно, потому что здесь мы не голодаем. Мы включили 10-шаговый метод, и мы не голодаем. Мы кушаем как обычно, но вредные продукты не употребляем. Мы таблицу вам вредных продуктов дают. А можно 3-4 ческину, чтобы он вам всякий? Можно, да, скинем. А сыр? Вот сыр, это как молочный продукт? Это как молочный, понемножку можно. Ну, вы же не ломать сыра идите, да, если кусочки. Вот, друзья мои, если нельзя, но очень хочется, то понемножку нужно обязательно. А ты больше будет хотеться, да? Да, да. Если вы не съедите, вот почему человек хочет, например, сыр? Потому что в нем есть какой-то особый витамин, фермент, белок, который организм уже обнаружил. Он его хочет, да? Ну, естественно. Магний, калий, ну, безусловно. Без сыра, ну, вообще никуда. Потому что кальций где вы будете брать? Либо вы тогда должны там моего кушать вместе с головой и с костями, да? То есть нужно обязательно хорошую кальциевую диету. Ну, кстати, остеопороз надо магнием восстанавливать, а не кальций. Вот в программу входит сера, магний, спирулина. Вот, попробуйте. То есть мы, я всегда, у меня всегда задача такая, так молодые, красивые, здоровые, они все перенесут. Мне надо так, чтобы бабушкам было хорошо и детям. Вот я программу всегда составляю так, бабушки и дети. Как государство, да, такое хорошее, заботится о детях, о женщинах, о пожилых, да? А молодым, красивым спортсменам, им все сойдет, ничего там не надо убирать. Они пьют, курят, гуляют, прыгают с парашютами. И вот, Господи. Есть какие-то общие еще рекомендации по поводу питания в этой программе? Не знаю, там, утром, чтобы каша в обед, там, не знаю, супы, а вечером там мясо. Есть вообще общие рекомендации к питанию. Утром должно быть углеводное, потому что нужна энергия. Углеводы – это каши, это сладкие овощи, это творожные. Теплые вещи, это может быть запеканка, это может быть сырники, это может быть что-то такое, да? Обязательно должны быть хорошие напитки. Это может быть курага, это может быть шиповник, это может быть компот там с изюмом, шиповником, курагой, там, чернослив. Ну, что-то такое вкусное, сладкое, да? Потому что если человек сидит вообще без сахара утром, у него серотонина в принципе не будет, но у него настроение не будет везти. Если человек утром встал, селедки наелся, пошел, ну, как-то грустно ему все это будет, да? Погода плохая, солнца мало, поэтому обязательно что-то такое подслащенное. Обязательно с ферментами, обязательно свежее. Может сметана, допустим, сырники со сметаной. Или, например, запеканка, там, творог, кабачки, там, изюм, кураган, ну, что-нибудь, ну, такое что-нибудь. Бодренькое, бодрящее, да? Сахар имеется в виду не настоящий сахар? Нет, ну, я скажу так, настоящий сахар тоже можно. Вопрос весь состояние, да? Мед можно, можно... А у меня вообще дети сладкое не едят, вообще никакого. Ну, вы знаете, у них будет все время пониженный фон настроения, потому что единственное топливо для мозга – это глюкоза. Ну, то есть они впихиваны, они не едят? Нет, ну, сами не едят, значит, им не надо, значит, у них своего полно. Значит, они едят все-таки крахмал, картошку. Каши очень много. Ну, каши, ну, там полно углеводов. Это и есть крахмал. Да, это и есть крахмал, это длинные углеводы, это клетчатка, это, ну... Если человек кушает кашу, вот так щида каша, пища наша, это хорошие русские постройства. Если человек с утра кушает правильную кашу, вот не обязательно на воде, можно на сиропе из кураги, можно на компоте из чернослива, например. На воде это все грустно, скучно и невкусно. Не правда на молоке. А? Нет, вы знаете, если вы хотите на молоке, то лучше не кашу, а лучше вы выпейте, например, кашу сварите на воде, ну, выпейте, например, ну, немножко чая с молоком, допустим. Потому что, когда вы варите молоко, оно становится вообще неусвояемым. Уж лучше оно будет пусть не вареное, как бы пастеризованное, но тогда казеин хоть как-то усвоится. Вареное молоко вообще неусвояемое. Кипятить всем надо, потому что если вы получите там сальмонеллу через молоко, ну, как вы получите, но если вы покупаете пастеризованное, то оно ультрапастеризованное, то у меня уже бактерий нет, но оно хранится уже там. Нет, мороженая кухня. На молочной кухне, но там пастеризуют, там же не дают, там пастеризуют, после них уже ничего не надо делать. После них не надо, после молочной кухни не надо. Значит, теперь на обед. Обед у нас идет, вот запомните раз и навсегда, обед это супы, это просто по умолчанию. Пища должна быть больше жидкая, чем густая, потому что питание в сухом мятку, это всегда плохо. Теперь, суп это вообще, это броню из Потемкина, это не обсуждается. Хорошая женщина должна отнать 7 супов, и каждый день должен быть другой суп. Борщ обязательно, ну, потому что без борща, ну, вообще какая жизнь. Гороховый суп просто не обсуждается. Суп из чечевицы, похлебка из чечевицы. Если не умеете готовить, то это колоссальное упущение, да, потому что вкуснее супа из чечевицы, правильно приготовленного, вообще народ ничего не знает, да. Обязательно уха должна быть, рыбный суп какой-то, да. Обязательно должно быть вегетарианское, что-то овощное, например, брокколи там, ну, что-нибудь в эту сторону, да. И обязательно должен быть какой-нибудь там, ну, если вы не вегетарианец, там, лапшичка куриная какая-нибудь, что-нибудь. То есть 7 супов, выбирайте любые. Не надо 100 супов знать, а? Ну, рассольник, да. Суп из квашеной капусты. Чи, допустим. Вот выберите себе то, что любит ваша семья. И считайте так, что вот борщ, значит, вот обед должен быть обязательно из одного блюда. То есть вот второе можно не есть. Если у вас хороший суп, нормальный, то второе можно не есть. Это уже как бы лишка. А вода больше, то мясной? Вода больше не расщепляется. Значит, если вы не вегетарианец, то мясной. Если вы имеете какие-то уже намерения уйти в сторону сыроедения, он может быть рыбный, он может быть фасолевый, но там обязательно должен быть белок. Обязательно. Либо это фасоль, либо это чечевица, либо это какой-то сыр, может быть, там, не знаю, что-то такое. Сырный суп, луковый суп. Луковый суп. Если вы, допустим, рыбу уважаете, то это килька должна быть. Вот хороший холодный украинский борщ, да? Но он не холодный, но тепленький может быть. Либо свекольный. Но там обязательно должны быть белки. Если вы всю жизнь будете здесь только на овощах, это будет плохая история. Потому что мышцам нужны аминокислоты. И они обязательно должны быть, если они животные, то 100% растительные. Фасоль, 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 горох, не фасоль. Красную фасоль. Если вы не терянец, а? Белую фасоль, пожалуйста, но больше лучше красить в класс красную, потому что белая там как-то, ну, смотрится так не очень. А что называть брожение? Вот капуто, сважное, а что еще? Бражение вызывает слизь и сахар. Слизь и сахар вызывает брожение в кишечнике. Белую фасоль нельзя? Нет, можно, если у вас он вызывает брожение, значит, просто надо его готовить не на молоке, а на воде и добавлять туда какие-то специи, например, куркуму. Вот если куркума добавлена, ни о каком брожении речи вообще не будет. То есть, ну, друзья мои, нужно научиться просто правильно питаться. Масала. Но, правильно питаться, это очень сложно. Вот правильно очищаться, я вас могу научить за один час. Вот все 10 пунктов сделайте, вы правильно очистили. Хотите нашу программу возьмите? Хотите, сами подбирайте. Вы можете все эти 10 шагов заменить на продукты. Вот вебинар у нас был, да, на продукты. Продуктовое очищение. То есть там рейтинг продуктов из 200 продуктов. Топленника 10, топленника 20, топленника 30. Человек начинает кушать ее, и он уже очищается. Но туда должна дойти паразитарная еда, туда должна дойти ферментная еда, бактериальная еда. Вот вы знаете хоть один продукт, который размножает в организме бактерии? Число молочек. Размножает? Размножает. Именно размножает. Полезные? Полезные. А, полезные. Именно полезные. Я не хотела сказать. Тинулин? Свекла. Это топленомбах? Немножко, да. Камбучи, например. Корейское блюдо, да? Прямо размножает бактерии. Ну вот на базаре полночь. То есть, вот мы давали на вебинаре, я давала 20 блюд, которые размножают бактерии. 20 блюд, которые содержат ферменты. А запись можно включить, да? Ну, наверное, можно, да. Но потом уже в рабочем порядке свяжемся. Смотрите, когда Академия приходится. Ольга Алексеевна, а будьте добры программам похудения. Коктейли получим на той неделе. В программе похудения немножко другое. Ольга Алексеевна, а до ужина дойдем? Обед сказали. А правда уже голодные. Обед, суп обязательно должен быть. Просто не обсуждается. А почему вода? Вот в супе вода, она же там, ну не знаю, соленую кислоту не раздумает? Нет, она потому что уже полезная. Она уже не щелочная, она уже кислая. Кто? Ну кислый больше, да? Кислый больше. Супы не ездят. Обязательно супы. Обязательно. Есть такой дипракчопра. Дипракчопра. Это потрясающий ученый, да? Он вообще сказал, что если человек питался только супами, а еще вот, ну такими нормальными протертыми, вообще бы болезней не было никаких. Потому что в суп можно добавить все. И специи, и горечи, и витамины, и минералы. Суп это, ну это вот, в суп можно положить 10 ступеней очищения. И ферменты, и сорбенты, все туда можно положить. И бактерии можно положить, да? Но если на то, витебе уже там ничего не осталось? Ну правильно суп готовить надо. 60 градусов, кастрюля правильная, крышка правильная. Ну то есть можно готовить, да? Значит, и на ужин. Что едят на ужин? На ужин, как правило, едят белок немножко. Это рыба может быть, да? То, кто не мегатерианец, это может быть мясо. Значит, и обязательно едят овощи. Не едят слизь, не едят каши, не едят картошку, не едят супы на ужин. То есть на ужин едят что-то вкусненькое, но белок с овощами. Вот ужин соленый должен быть. Он не должен быть сладкий по умолчанию. Иначе всю ночь организм будет набирать адреналин. Утро сладкое, обед нейтральный, ужин соленый, вкусный. Ну то есть он должен быть, ужин должен быть, ну такой праздничный немножко. Очень хороши коктейли наши на ужин. Это тем, кто худеет. А вот в Чечково, если вы читали, там да. Худеет сильно. Сильная соляная кислота утром. И там написано, почему-то, что мясо надо делать утром. Нет, самая сильная соляная кислота. Соляная кислота выделяется на продукт. Если, например, утром съели картошку, то выделится соляная кислота не на мясо, а на картошку. То есть слабенькая, да? Организм, в организме, я же вам сказала, существует второй мозг. Второй мозг. Он смотрит, что вы взяли, как вы приготовили. И выделяет ровно то, что вам нужно. Это мозг целый. Он нюхает. Он, вы видели, как вы солите? Вот так взял, и вы уже знаете. Лишку отбавил, добавил. Муж говорит, как солишь? Не понимаю, на глаз, на какой глаз. Я ничего не понимаю, как солить, да? Вы уже точно знаете, сколько лично вам не хватает натрий хлора, да? Сколько вам хлора не хватает. Там кто-то молекулы эти считает. А в кишечнике вы съели, все. И а то там пропало. А мозг начинает. Так, это сюда. Если бы там не было мозга, вся ерунда проникла бы в клетки. Человек бы умер. А там сидит таможня на всех. На всех там таможня. Так, тебе направо, тебе налево. Так, такая молекула нам не нужна. Там через клетки идет переползание. Через клетки. Можете себе представить. По одной молекуле перетаскивается. А у нас там 6 килограмм гниющих остатков. Вот у меня нейропатия. Диабет у вас? Нет, у меня нет диабета. Это хоть для операции. Подагра, наверное. Подагрическая. Потому что суставы деформированы. Именно после операции вот это начало. На что вы операции? Вот это. Наточник. Наточник, я поняла. Вот у вас кислоты отложены мясные. Вот это вот от мяса. Это подагоние. На мясо уже знаете сколько минут. Но удака не отложены, все равно закисление ее. Вот у вас шутачки. Ну подойдите ко мне, просто в рабочем порядке. Я вам пропишу. Начинайте, почистите чуть-чуть. Давайте мы все-таки перейдем к программе похудения, девочки. Время уже заканчивается. Значит, программа похудения совершенно в другую сторону. Программа похудения идет набор. Программа снижения веса. Похудение очень плохое слово. А я бы еще сказала так, что лишнего веса не бывает. Бывает только запасное. Сюда входят 20 лучших, скажем так, продуктов, которые либо сжигают жир, либо перераспределяют его, либо содержат минералы, витамины, полезные для правильного обмена веществ. Вот сюда входит, например, биошейб. Биошейб это совершенно удивительная вещь. Это аминокислоты и похудательные травы. Сюда входит грифония. Это поднятие настроения. Сюда входит лакс-макс. Очищение кишечника. Лицетин, карнитин. Карнитин это сжигатель жира. Сюда входят ферменты. Дивистейбл, Каскара-Саграда, коралл магний. На ужин идет коктейль. Сюда входит белку рунга. Сюда входит таурин. Таурин принимает мощное участие в сжигании жира. Сюда входит лимфлоу, стимуляция лимфатической системы. Коралл артишок. В общем, бурдок входит. Сюда входит слим-бай-слим. Сюда входит комплекс 24 на 7. Сюда входит йод в виде коралл-келпа. То есть здесь составлена такая оригинальная композиция. Ее вот так вот сейчас пока не буду раскладывать. Потому что там совершенно другой алгоритм. Если сейчас я вам расскажу, какой еще алгоритм, один наложится на второй. Поэтому систему нужно давать только тем, кто хочет худеть. Реально. То есть это не для каждого продукта. Это только для людей с излишним весом. Потому что здесь есть хром, здесь есть йод, здесь есть витаминоподобные вещества-сжигатели, оптимизация печени, оптимизация почек, оптимизация щитовидной железы, оптимизация лимфы, оптимизация гипофиза, гипоталямуса. То есть здесь достаточно серьезный продукт, который если человек будет пить, например, ну 3 месяца подряд, допустим, еще и не ужинать, он похудеет где-то килограмм на 15. То есть если человек, например, говорит, я хочу похудеть, мы поговорим, сначала пей кишечник, потом эту, или можно сразу? Все зависит от того, какому сроку он хочет похудеть. Спрашивайте. Если вам не принципиально, то вы лучше сначала почистите. А если прямо вообще свадьба через 2 месяца надо, то тогда пусть сразу переходит на эту программу. Но единственное здесь условие. Ужин отменяется, на ужин пьется коктейль. Но это жесткое условие. На воде или можно кисломолочку? Можно кисломолочку, можно компот какой-нибудь, что угодно можно, да? Можно кефир, но обязательно, значит, в коктейле очень мало калорий. Очень мало. В кефире тоже их практически нет, да, поэтому низко калорий. Кефир калорий можно. Да. Но дело в том, что этот коктейль, если вы выпьете в 6 часов, в 6 часов, то вам уже до 10 кушать не будет хотеться, потому что он будет жуткий. Да, он будет жуткий, сидеть до 10 часов. Единственное, что за месяц человек на этом наборе похудеет приблизительно на 3 килограмма. Но у меня на Волге за 7 дней на 3-4 килограмма теряют и 20 сантиметров в объеме, да? Объем уходит. Объем уходит не очень, честно говоря. Но объем уходит очень хорошо. А у меня задача. Нету висцерального жира, правильно? Да, правильно. Вы держите. Держи вот эту, да? Держи, давай. Когда составлялась эта программа, мне не надо было, чтобы вы сбрасывали кишечник, потому что кишечник уже подразумевается, что он почищен, да? Потому что у нас 8 килограмм внутри находятся непереваренных остатков. Если сделать, как китайцы, сильно ослабительную формулу, то человек пьет 10 дней, худеет на 10 килограмм, потом перестает ходить в туалет и начинает набирать эти килограммы. Здесь цели такой нет. Здесь цель нормализовать обмен веществ. Поэтому первый месяц 3-5 килограмм. Второй месяц 3-5 килограмм. Третий месяц 3 килограмма. Вес замедлится. Даже если есть все подряд? Да нет. Ужина вообще нет. Нет, ну если ужина нет, а человек есть, пообедит, например, в столовой, ест на работе. Значит, даже если есть все подряд, здесь находятся сжигатели. Ну, здесь достаточно мощно. Ну, 22 продукта самых. Причем только те, которые влияют на лишний вес. Кушать будет не хотеться, потому что здесь 24 на 7. Здесь очень много всего. Коктейль хочется, да? Коктейли? Нет, еще скоро придут. Ну, в Москве уже есть, да. Ну, к сожалению, ограниченное количество нам выделяют, поэтому кто успеет? В пятницу будут. Да нет, ну что такое ограниченное количество? Ольга Есеевна, вы если приключитесь, я буду искать благодарен. Коктейль, у меня нет, скажем так, у меня нет проблемы почистить человека. Я могу любому человеку назначить Фортранс, которую надо выпить 3 литра, но у него в кишечнике ни одной капли не останется. Но это ничего не значит. Следующая же порция еды, опять нет ферментов, опять нет бактерий, опять глисты остались на месте, опять печень не выделяет желчь, опять поджелудочный не выделяет соки. Поэтому не вопрос почистить, вопрос оптимизировать вот этот вот процесс, размножить бактерии, восстановить ферменты, подсобрать вот из всяких ворсинок кишечных, вот всякие вот эти вот яды. Потому что я еще вам больше скажу, кишечник, слизистая кишечника отмирает каждые 2 дня и чулком сущивается. Поэтому ничего к кишечнику не прилипает, потому что она умирает каждые 2 дня и чулком выходит. Ну мы не видим это в калии, поэтому там навредить могут только грибы, глисты, паразиты. И когда токсическая еда долго лежит там, она прямо прожигает эту стенку кишечника. И вот цель программы защитить, переварить, разрыхлить, продвинуть и научить это делать постоянно. Потому что, почему медики не подсоединяются к очищению? Они говорят, да что чистить? Там просто фото раздал, он чистит. Но через 10 дней он снова грязный. Перестальтика не работает, ничего не работает. Ольга Алексеевна, вот больным, у которых есть вот раковые всякие новообразования, им кишечник можно 2 раза чистить? Кишечник нет. Кишечник, потом печень. Просто в один раз. Печень, конечно. Потом кожу. И это можно медлить, да? Да, конечно. Онкологический больной, к сожалению, умирает, он еще не от рака умирает. Он умирает от интоксикации, от кишечной в том числе. Он умирает от недостатка питательных веществ. И он умирает от разрушения крови. Если вы на 3 этих момента подействуете, обязательно будет жить дольше, намного дольше. То есть, в разы дольше. На коже когда образуются всякие царковные царки. Ну, это онкология прям просто пройтись по всему. Просто, просто начинать чистить организм. Просто. Говорите так, вы в состоянии там себе 4000 в месяц позволить? Ну, это в состоянии вопрос. Пошел кишечник, печень, почки, кожа. И все. И все. И прямо вот даже не вникайте. И будет тогда уже гораздо больше. Да, не вникайте. Мы говорили, что лекция о чине лимфа очень важная роль играет. Лимфа это межклеточное вещество. Но дело в том, что если вы начнете лимфу чистить, а кишечник не работает, куда она сбросит яд? Она сбросит кишечник, да? Почки при этом не работают? Почки засорятся, да? Этим ядом. А как быстро можно лимфу? После кишечника сразу? После лимфу надо чистить пятым шагом. Раньше нет. Лимфа это будет чиститься жировая клетчатка, это будет чиститься мышцы, это будет чиститься межклеточные промежутки. Там очень много ядов. Очень много. В жире основной яд копится, радионуклиды. То есть нельзя выбрасывать радионуклиды, если вы не уверены, что работают почки, печень. Сразу печень сядет. Если вы начнете лимфу вперед тормошить, да? Потому что, ну представьте себе, у человека радиация, да? Везде в костях. И он вымоет это все в кровь. Поэтому пятый шаг. Вот здесь все продумано, потому что, понимаете, какая ситуация? Мне проблемы не нужны. Мне зачем проблемы? Пришел человек, так мы с ним познакомились, здрасте, здрасте, и вдруг у него раз обострение. Ну зачем это нужно? Лишние встречи. Мне не нужны. Мне надо так, чтобы вы купили, и больше вы мне не звонили. Вообще никогда. Одно купили, второе. Я всегда говорю, мне звонить надо только в том случае, если не получается. Вот не получается, звоните, будем сразу разбираться там. Прекратить там где-то что-то, да? Если все хорошо, с друг другом делитесь. Ольга Алексеевна, а мамам худеньким, устощенным, кормящим, что можно дополнить? Спирулина, люцерна, противити. Просто можете купить еще вдобавок. Спирулину, люцерну, противити. И прямо с первого дня? Прямо с первого дня. А коктейли можно или не нужно? Нет, коктейли не нужно. Понимаете, какая ситуация? Маме нужны калории. Да, силы калории нужны. Нет, похудеть ей л-карнитин и таурин. Несмотря на то, похудеть ей л-карнитин и таурин. Все, давайте заканчивать. Что мы что-то уже? Все вопросы ответим? Можно вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...